На торжественном построении на стадионе ЦСКА спортсмены серебряного возраста. О том, что движение – это жизнь, они знают не понаслышке. Самым опытным участникам соревнований 80 лет, есть и старше. Анна Петровская принимает участие в спартакиаде уже второй раз. Она уверена, что спорт продлевает жизнь. Анна Петровна тренируется каждую субботу в любую погоду в парке. Здоровый образ жизни – не сидеть дома около телевизора, а идти к людям. Мы вместе с мужем бегаем всю жизнь, и мы – марафонцы. Это наша дистанция длинная. Чем длиннее, тем лучше. За победу в общекомандном первенстве борются 9 команд. На старт вышли самые спортивные и активные пенсионеры из Копина, Сасовой, Рязани, Клепиковского, Рыбновского, Кораблинского, Сасовского, Шиловского, Александра, Невского районов. Я провожу активный образ жизни. Я утром, чтобы не позанимался, это нет. У меня спандер, пробежка. Даже сейчас на построении вы видели, пенсионеры полны желания показать хорошие результаты, стремятся к этому. И самое основное, что мы сейчас видим, то есть и женщины, и мужчины, не считаясь с возрастом, с молодым задором, принимают участие во всех видах спартакиады. Участники соревнуются в легкой атлетике, настольном теннисе, шахматом, стрельбе с пневматической винтовки, а также в дартсе. Многие готовились к спартакиаде не один месяц. Как вы бежали? Как видите, первая. Бежала с ней. Ну, как сказать, тяжеловато. Потому что с такими скоростными дистанциями надо выдерживать темп. Поэтому мне проще обязательно, допустим, 10-21. Ну, ничего, задача справилась. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда от Рязанской области для участия в финальных соревнованиях спартакиада пенсионеров России, которые пройдут в Белгороде с 24 по 27 августа. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».